Добрый вечер! В эфире 12-го канала Час новостей. В студии Никита Гайдаш и коротко о главных темах. Авария из-за разбитых дорог. Сразу несколько водителей застряли в самом центре Омска. Когда начнется ремонт магистралей? Вместо бумажных квитанций могут ввести виртуальные. Когда мы оплачиваем и складываем, мы знаем, что в случае чего-то мы можем доказать. Готовы ли потребители отказаться от привычного формата и платить картой? Примерил образ мумии и отправился в ювелирный салон. Посмотрел, что по близости никого нету, и она отвернулась и я побежал. Какой срок грозит изобретательному вору? Поле чудес для мамы 60 детей и целая гора подарков. Выносят коробки, я уже стою, я не знаю, у меня первая мысль была, господи, как же я это повезу домой-то? У меня самолетом билет без багажа. Амичка приняла участие в легендарной передаче и покорила сердца зрителей. История чудесного спасения. Привет, малышка, что-то бы случилось. Неравнодушные амичи отправили сову на лечение в Новосибирск. Новосибирск. Массовая авария на улице Жукова. Сразу у шести машин оказались пробиты колеса. На кадрах, которые прислали в редакцию 12 канала, видно, на обочине стоят несколько автомобилей с включенной аварийной сигнализацией. У одних пробиты шины, у других повреждены диски. У провалившейся в яму Мазды и вовсе вырвала шаровую опору. На место ДТП позже прибыли госавтоинспекторы. В таких случаях советуют обязательно составлять протокол. Необходимо будет дожидаться прибытия наряда, который, прибыв на место, осуществит оформление материала по ДТП. Получив копии, человек уже сможет в дальнейшем продолжить движение. То, что в дорожном покрытии были дефекты, сотрудники ДПС зафиксируют в документах. В дальнейшем с ними водитель может обратиться с претензией в муниципалитет. Между тем, сотрудники Омского управления дорожного хозяйства и благоустройства уже прокомментировали инцидент. По их словам, поврежденный участок уже отремонтировали за счет своих сил. За качество дороги по улице Маршала Жукова пока отвечает подрядчик. По гарантии обновить дорожное покрытие он должен будет с наступлением лета. Кстати, с этого дня ямочный ремонт будут вести уже с использованием горячего асфальта. Завод по его производству сегодня начал работу. Хоть и в тестовом режиме, но не в холостую. Прямо с установок смесь отправляется на магистрали. Пробная партия 15 тонн. Ее развезли по разным округам города. В том числе аварийно-восстановительный ремонт проводится на Красноярском тракте. Специалисты подчеркивают, асфальт укладывают только на сухих участках. Поэтому ямы устранить пока можно не везде. Предстоящей ночью рабочие зайдут на Ленинградский мост. Приведут в порядок правую полосу, которая ведет из центра на левый берег. Спустя сутки отремонтируют и левую. Сегодня журналистам и мэру Сергею Шелесту показали производство асфальта. А также лабораторию, где материалы проходят ежедневную проверку. Вот формуется 9 образцов. Три образца у нас на плотность проверяется, три образца на насыщение. То есть вы их погружаете в воду и оставляете? Да, на 30 минут в воде. Потом с водой убираем, взвешиваем. Потом вакуумная установка на полтора часа. Если пробы не соответствуют ГОСТам, асфальт отправляется в утиль. Ну а качественное покрытие, говорят специалисты, должно прослужить как минимум 4 года. Бумажные квитанции могут уйти в прошлое. Ввести электронные платежки предлагает российский экологический оператор. Федеральная компания, которая занимается вопросами утилизации отходов. У новшества много сторонников. Это и ресурсоснабжающие организации, и экологи. Между тем, к такому формату пока готовы не все потребители. Можно ли найти компромисс? Репортаж Юлии Комаровой. В абонентском отделе многолюдно. Кто-то оплачивает электричество в офисе, а значит без комиссии. Кто-то приходит разбираться с долгами. Пенни, недочеты или же наоборот переплата. Подсчитать несложно, но только если есть бумага. Иногда приходится бегать сюда и узнавать подсчеты, что-то не так. Вот опять я сегодня пришла, такую цифру мне сделали. Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию и неожиданно не стать должником, пенсионерка Галина Язова бережно хранит дома все квитанции за последние два года. Когда мы оплачиваем и складываем, мы знаем, что в случае чего-то мы можем доказать, что была оплачена квитанция. Моя бабушка платит трубкой. Такой слоган уже сегодня можно встретить на плакате в этой компании. То, что рекламируют ресурсники на вооружение, советуют взять и российский экологический оператор. Федеральные компании, которые занимаются вопросами обращения твердых бытовых отходов, предложили отказаться от бумажных платежек за коммуналку. Одна из главных причин – это влияние на экологию. К примеру, для того, чтобы напечатать для жителей нашего региона квитанции за электричество, всего за один месяц требуется срубить 18 деревьев. В масштабах страны это гектары леса. Впрочем, не только природе, но и человеку наносит вред производство обычной белой бумаги. В этом уверены экологи. Нужно прежде всего взять дерево, измельчить и в высококислотной среде из нее уже получают первичный бумажный материал. Далее, чтобы эта бумага стала белой, ее тоже, собственно говоря, красят достаточно токсичными красками. Есть и сугубо экономические причины. За последний год бумага выросла в цене в три раза. Расходы на ее покупку приходится закладывать в тариф. А вот при электронных платежках эти траты удастся исключить. Это, безусловно, техника, это расходный материал, это стоимость, это расходы. Безусловно, это все закладывается в тариф, но мы же не хотим повышения тарифа постоянного. Это снижение наших издержек, а значит снижение тарифа населению. Впрочем, не все потребители, как проанализировали специалисты, готовы отказаться от привычных квитанций даже в угоду кошельку. Как говорят психологи, для пенсионеров, например, бумажные платежки останутся в приоритете. Оплачивают их в основном на почте, живыми деньгами. Это дело привычки, да и разобраться в современных технологиях, оплатой карты или же в мобильном приложении многим непросто. Для возрастного поколения, да, эти деньги в руках, они все-таки будут определять, что это мое и, ну и так, более надежно. Плюс ко всему, сама коммуникация с человеком, которому вы деньги даете, передаете, да, там что-то проделывается, какие-то манипуляции, вам выдают чек. Остаются вопросы с жителями отдаленных сел. Не всегда оплачивать коммунальные услуги они могут через интернет. Поэтому, если нововведения и примут, то с ограничениями. Для всех желающих платить по старинке сохранят бумажный вариант. Параллельно Министерство цифрового развития рассматривает возможность введения единой платежки, когда в один документ включат секретанции. В этом случае можно будет сэкономить как бумагу, так и сохранить привычный формат. Юлия Комарова, Влад Осинцев, 12 канал. Памятник основателю первой омской крепости Ивану Бухгольцу готов уже на 80%. Как идет работа над монументом, сегодня оценил Александр Бурков. Губернатор побывал в мастерской в канун профессионального праздника работников культуры. Сейчас здесь уже отливают модели горельефов. После того, как мастера завершат лепку скульптуры генерал-майора, ее воссоздадут в бронзе. Изготавливать постамент начнут, когда в городе установится теплая погода. Во второй половине апреля, начале мая. В данный момент у нас уже такой этап наступает, когда ведется такое уточнение деталей, передача материальности. То есть в данном случае у нас здесь кожа, материал кожи. И мы постепенно создаем эту видимость материала. Напомню, что установят четырехметровый памятник основателю Омска ко дню города на Иртышской набережной. Здесь он будет одинаково хорошо просматриваться как из омской крепости, через арки Ленинградского моста, так и с другого конца прогулочной зоны. И вот о чем расскажем в итоговом выпуске новостей. Смотрите в 19.30. Водители 24 маршрута осваивают новые схемы движения. Вот уже пару дней автобусы курсируют по укороченным рейсам. В народе машины уже прозвали вертушками. Главная задача водителей – вывести как можно больше людей с левобережья в центр Омска. Без давки в салонах и быстро. Обратите внимание, на остановке главпочтам из автобуса вышло не так уж и много народу, а все потому, что, как показывает практика, львиная доля пассажиров этого маршрута покидает общественный транспорт на предыдущих остановках. А те немногие, кому все-таки нужно двигаться дальше, теперь спокойно пересядут на другие автобусы. Решение о ведении таких рейсов приняли в департаменте транспорта. Вертушки будут появляться на магистралях в утренний и вечерний час пик, когда большинство автобусов и маршруток загружены под завязку. Достоинства и недостатки транспортного эксперимента оценила и наша съемочная группа. Подробности у Ангелина Руновой в 19.30. Омской школе номер 44 присвоили имя выпускника Артема Салугина. Сотрудник отряда быстрого реагирования погиб в первые дни спецоперации. Спортсмен, мастер спорта по рукопашному бою, доцент Омского медуниверситета. На страже интересов Отечества Артем стоял с 2013 года. Трижды отправлялся в северокавказский регион. Четвертая командировка в феврале прошлого года стала для меча последней. Торжественная линейка завершилась минутой молчания. К мемориальной доске, установленной в честь героя, возложили цветы. Артем Салугин участник специальной военной операции с первого дня защищал родину, защищал отчизну. До конца своей жизни выполнил свой служебный боевой долг. Для нас это важно, что чтут память об Артеме, не забывают. Нам это очень приятно. Мы благодарны управлению Росгвардии по Омской области. Благодарны директору школы, что отозвались с нашей просьбой, что школу называть имени Артема. В Омске подвели итоги конкурса на лучший информационный проект по теме противодействия идеологии терроризма. Организаторами выступили Министерство региональной политики и аппарат антитеррористической комиссии. Всего было заявлено 26 работ от 15 СМИ и общественных организаций. Церемония награждения победителей прошла в областном правительстве. Именно журналисты всегда были на переднем крае борьбы с этим явлением. Потому что терроризм не возникает просто так, на пустом месте. Он основывается, как правило, на враждебной идеологии, которую недружественные нам страны или режимы пытаются внедрить в голову нашим гражданам. Вы делаете очень серьезную, очень важную работу. Именно вашими руками сберегаются десятки, сотни, а может и тысячи жизней. Большую часть наград забрал наш медиахолдинг. В числе лучших ведущая часа новостей Екатерина Булучевская. Она получила диплом за телемарафон «Разговор о главном. Диалог с героями». Ксения Пашкова, ведущая радио Монте-Карло Омск, представила на конкурс передачу, посвященную жертвам вербовки. Ну а специальный корреспондент Денис Жарков занял первое место со своим спецрепортажем про террориста, который сейчас отбывает наказание в одной из омских колоний. Для меня первое место стало неожиданностью. Фильм рождался тяжело, в муках. Специальный репортаж не мой формат, я больше привык к новостях, где все кратко, быстро и в тот же день. В итоге рад, что все получилось, что фильм оценили. И терроризм, экстремизм, зло. Рад, что сам внес какой-то вклад в противодействие, в враждебные идеологии. Моя программа была посвящена теме жертв вербовки террористов. Очень страшно оказаться на месте тех людей, поэтому об этом важно говорить. Важно вести диалог со своими слушателями, чтобы они знали, как себя обезопасить и не попасть в такую ситуацию. Полицейские поделились историей грабителя, который обокрал ювелирный магазин в образе мумии. Находчивый амич обмотал голову бинтами, оставил лишь узкие прорези для глаз и в таком виде отправился в торговый центр. Там притворился, что хочет примерить массивную золотую цепь. А когда консультант отвлеклась, схватил украшение и бросился на утек. Впрочем, полицейские быстро напали на след преступника и доставили его в отдел. Поехал в суд. Попросил девушку показать мне цепочку. После чего надел ее на шею. Посмотрел, что поблизости никого нету. И она отвернулась. Я побежал. Цепь стоимостью почти 200 тысяч рублей. Грабитель сдал ломбард, но выручил за нее в 4 раза меньше. Силовики завели на мужчину уголовное дело. Ему грозит до 4 лет колонии. Добавлю, что это уже не первое преступление, которое амич совершает в образе мумии. Как полицейским удалось найти грабителя на этот раз? И чем он себя выдал? Подробности этой истории, а также свежие детали убийства фаната авангарда. Откровение супруги и близких друзей в новом выпуске проекта основано на реальных событиях Омск. Сегодня после итогового выпуска часа новостей в 20 часов. Трижды отказалась от сектора приз и вернулась целой горой подарков. Амичка Татьяна Николаева приняла участие в передаче «Поле чудес». История женщины, которая приняла в семью четверых ребят из ДНР и уже воспитала 60 детей, покорила сердца телезрителей. Наталья Змага о том, что на самом деле амичка считает сектором приз. Парадный наряд с наградами и группа поддержки Татьяна Николаева подготовилась к программе основательно. Татьяна оказалась во второй тройке игроков. Трижды и выпадал сектор приз на барабане. Но она предпочла продолжить игру. В итоге вышла в финал. Но дальше пройти не смогла. Сколько человек, сколько детей вы воспитали? Всего? 60. 60? А лет-то больше? Так это не вам. Это я себе и всем, кто сидит в этом зале, хочу пожелать хоть что-нибудь сделать подобное тому, как сделала эта женщина. Серёжа. Вот он здесь. Это Наташа. Это Маша. Наша продолжательница, которая воспитывает 17 детей. Если бы все 60 детей амички решили поучаствовать в съёмках, пришлось бы ставить дополнительные трибуны. В 1988 году женщина с супругом приняла в семью первых сирот. Пятеро человек. Позже появились ещё пять десятков нуждающихся в любви и заботе ребят. Большинство уже выросли и разъехались по разным странам и городам. Практически все поддерживают связь с мамой. Вот эти вот розы, вот эти вот, приехали с Кипра. Мои дети там живут. Скоро у них будет, как они называют, Викторовна, доченьку они ждут. Сейчас в семье восемь ребят. Четверых из них Татьяна приняла из ДНР в прошлом сентябре. Поначалу, признаётся, детям было непросто адаптироваться к новой обстановке. Ребята, которые из ДНР приехали, это два брата и брат и сестра. Мальчишки, которые два брата, Виталий и Женя. Мальчишки-трудяшки, хорошо работают, на практику ходят. Мальчик с девочкой, брат и сестра, Кристина и Саша. Саша в колледже, а Кристина в восьмом классе ещё учится здесь в школе. Жизнь в детях она описала в своей книге. Это рассказы о воспитанниках. В планах том побольше. Пока же все семьёй читает авторское издание Леонида Якубовича. Помимо книги, ведущий вручил Татьяне Евгеньевне специальный приз – набор техники для кухни. Выносят и выносят и выносят коробки. Я уже стою, я не знаю, у меня первая мысль была, господи, как же я это повезу домой-то. У меня самолётом билет без багажа. Куча коробок уже в Омске несказанно обрадовался кот Лукас. Любимцу всех членов семьи они достанутся пустыми. Почти всю технику Татьяна Николаева решила отдать своим выпускникам. Ведь самое главное, по словам общей мамы, любовь детей у неё уже есть. Наталья Змага, Матвей Алемский, 12 канал. Золотой купол сегодня увенчал студенческий храм святой мученицы Татьяны. Митрополит Омский Таврический Владимир осветил крест. Он будет возвышаться над куполом. Его изготовили в Волгограде. Изначально планировалось украсить крышу церкви пятью главами. Но здание храма могло не выдержать нагрузки. Церковь располагается в некогда заброшенном и переделанном под храм детском саду. Поэтому при проектировании решили использовать облегчённый вариант маковки. Это современная технология. Металлопластиковая основа покрыта позолоченной чешуёй. Средства на установку купола несколько лет собирали всем миром. Даже неравнодушные мечи, которые, в принципе, не знаю, наш храм, никогда не ходили, но видели записи про то, что мы собираем, и не первый год собираем на установку купола, на то, чтобы купол нам изготовили, нам помогали, участвовали. Поэтому огромное вам спасибо. Вышли в финал «Востока». «Авангард» выиграл и четвёртый матч у «Металлурга» и завершил серию полуфинала конференции в сухую 4-0. Встреча развивалась по тому же сценарию, что и предыдущая. Команды обменялись голами в первом периоде. На шайбу Толчинского «Металлург» ответил, реализовав большинство. А начиная со второй, 20-ти минутки забрасывал только «Авангард». Ястребы дважды наказали соперника за грубейшие ошибки в обороне. Оба раза Корбен Найт делал эффектные передачи из-за ворот и оба раза забрасывал Ридгуше. Точку в игре и всей серии поставил Алекс Бродхёрст, поразивший пустые ворота. Главный тренер Михаил Кровец, не скрывая эмоций, поздравил каждого, кто обеспечил выход команды в следующий раунд плей-офф. Радость от победы омрачила травма капитана Ястребов Дамира Шеребзянова. В конце матча, после неудачного падения, ему рассекло руку лезвием конька. Однако уже после игры хоккеист записал видео, в котором сообщил, что чувствует себя хорошо. Добавлю, что теперь «Авангарду» предстоит сразиться с победителем пары «Акбарс-Адмирал». Сейчас в этом противостоянии ведут казанцы. Ну а первая встреча финала «Востока» пройдет уже 2 апреля. Амичи спасли раненую сову. Травмированную неясыть обнаружили на теплотрассе в амурском поселке. У пернатой хищницы оказалась повреждена лапа. На кадрах видно, что сова лежит под трубами и даже не пытается скрыться. Рядом ее уже караулит пес. Спасительница забрала раненую птицу домой и написала в пабликах пост с просьбой о помощи. Оказалось, что в Омске ей помочь не могут. И мы обратились в Новосибирск, в центр реабилитации диких животных. Они откликнулись, готовы ее принять. Мы разместили в соцсетях объявление о поиске попутчика. И очень многие откликнулись. Сегодня сову отправили в Новосибирск. В центре реабилитации ей окажут всю необходимую помощь. После того, как птица поправится, ее выпустят на волю. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 25 марта, в Омске переменная облачность. Ночью до минус 2, в дневные часы плюс 5, плюс 9 градусов. В районах пасмурно, ночью 1 градус холода, днем температура поднимется до 2 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все новости. Итоги дня, как обычно, подведем в 19.30. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok